Миссия Китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства ЧАНЕ-4 является частью лунной программы Китая и продолжением предыдущей миссии ЧАНЕ-3. ЧАНЕ-4 состоит из стационарной лунной станции, несущей на борту луноход Юйту-2. Первоначальный запуск станции и посадка на Луну планировались на 2015 год. Для организации связи с аппаратами, которые должны работать на обратной стороне Луны, было решено использовать ретрансляционный спутник ЦЮЦЯО, что в переводе значит «сорочий мост». Спутник был запущен с космодрома Сичан 20 мая 2018 года в точку Лагранжа Л-2 ракетой-носителем ЧАНЖЕН-4Ц. ЧАНЕ-4 был успешно запущен с Земли 8 декабря 2018 года примерно в 2 часа по местному времени ракетой-носителем ЧАНЖЕН-3Б с космодрома Сичан. 12 декабря 2018 года аппарат вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны. А 3 января 2019 года было выполнено прелунение на обратной стороне Луны. Субтитры создавал DimaTorzok 1200-килограммовый посадочный аппарат несет 140-килограммовый луноход ЮИТУ-2, что переводится как «нефритовый Заяц-2». Луноход оснащен двумя складными панелями солнечных батарей и шестью колесами, антенной связи с четырьмя панорамными камерами, которые могут работать одновременно. На луноходе также установлен георадар, позволяющий зондировать слой реголита, спектрометр изображений, работающий в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также анализатор энергичных нейтральных атомов и ряд других приборов. Задействованный для связи спутник Цюэцяо – это небольшой аппарат, который использует платформу КАСТ-100 от Китайской Академии Космических Технологий. Его движение обеспечивается четырьмя небольшими двигателями, работающими на гидрозине. Основной полезной нагрузкой спутника связи является радиоретранслятор. Основные задачи миссии – это посадка в кратере фон Карман и последующий забор и исследование образцов грунта. Специалисты надеются найти в этом регионе материалы, выбитые из верхних слоев лунной мантии, что поможет пролить свет на геологическую историю Луны. Кроме научных задач, миссия должна позволить Китаю протестировать возможности в реализации систем дальней космической связи. Так как посадочный аппарат, находящийся на обратной стороне Луны из-за отсутствия прямой видимости, не смог бы самостоятельно передавать сигналы в Центр управления полетами на Земле, то запущенный к Луне за несколько месяцев до основной миссии спутник-ретранслятор Цюэ Цао осуществляет ретрансляцию сигналов между Чанэ-4 и Землей во время посадки и основной части миссии. Каждую лунную ночь спускаемый аппарат и луноход ЮИТУ-2 переходят в спящий режим, так как в эти фазы циклов температура может падать до минус 310 градусов по Фаренгейту. После прилунения 3 января 2019 года аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны Луны и с близкого расстояния передал его на Землю через спутник-ретранслятор Цюэ Цао. В этот же день планетоход ЮИТУ-2 съехал с посадочного модуля по наклонной рампе на поверхность Луны. В начале февраля 2019 года американский космический аппарат Lunar Renaissance Orbiter прошел почти прямо над местом посадки Чанэ-4 и выполнил его фотосъемку. 17 августа 2019 года было объявлено о находке необычного материала. Специалисты считают, что материал, обнаруженный китайским луноходом в центре кратера, напоминает образец ударного стекла 7-0019, обнаруженного астронавтом-геологом Харрисоном Шмидтом во время миссии Аполлон-17 в 1972 году. Луноходу ЮИТУ-2 и команде исследователей, руководящей миссией, пришлось потратить немало сил в попытках поближе познакомиться с находкой, поскольку странное вещество находится на дне кратера. В середине октября 2019 года были опубликованы новые снимки загадочного материала, который Китайское космическое агентство назвало гелеобразным и цветным. По словам экспертов, наиболее правдоподобна гипотеза, которую ученые выдвинули изначально, что это темное стекло, которое образовалось в результате удара. Для возвращения образцов, собранных в ходе миссии ЧАН-4, Китай планирует до конца 2019 года запустить следующую миссию ЧАН-5, в задачи которой также входит отработка технологий для строительства лунной базы. В случае успеха программа станет первой за последние 40 с лишним лет, в ходе которой со спутника Земли на нашу планету будут доставлены лунные образцы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...